всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня у нас очень важная тема называется на позиционирование элементов с помощью css мы можем позиционировать элементы по разному то есть располагать их в любом удобном для нас месте мы уже делали красивое меню там мы немного применяли позиционирование здесь же рассмотрим это все подробнее я здесь создал два блока просто два дива вы видите здесь див с классом е1 и див с классом е2 больше здесь у нас ничего нету а в стилях у нас оформления педдинг я выставил то есть отступ от краев границу поставил черную цвет фона белым высоту и ширину одинаково 150 там и там и у них единственная разница этот свет вы видите дивы как мы уже знаем из видео уроков про блочную верстку они выставляются у нас все друг по другом но если нам нужно сделать их каким-то образом рядом или друг на друге то у нас конечно же приходит на помощь такое свойство как позиция смотрите если мы выставим позиция абсолют мы видим сейчас что произошло у нас они друг на друга наложились теперь с помощью таких свойств как top bottom left и right мы можем настраивать как данный элемент будет отступать от одного из этих краев смотрите например мы хотим сделать отступ сверху и слева оставляем top left ставим сверху отступ 200 пикселей слева пусть будет 50 для начала теперь вы видите что у нас произошло давайте сделаем чуть чуть больше у нас элементы стали друг поверх друга если же мы хотим изменить приоритет то есть какой из них выше а то нам необходимо использовать такое свойство как z-индекс смотрите как она работает если мы выставим элементу е2 z-индекс 1 а элементу е1 z-индекс 0 также здесь надо добавить позиция абсолют теперь вы видите что у нас происходит тот элемент у которого z-индекс больше будет находиться поверх другого z-индекс можно указывать любым числом но рекомендуется конечно же использовать от 1 до 10 в принципе этого достаточно но на всякий случай вы можете указывать здесь например вот так вот очень большое число и тогда точно оно будет находиться выше всех остальных элементов это что касается z-индекса давайте оставим пока что так теперь рассмотрим такое свойство как фиксит давайте для нашего хэд сделаем позиция фиксит позиция фиксит и поставим топ 0 пикселей вы видите как она у нас сразу же прилипла к верхнему краю экрана и смотрите как это работает сейчас я сожму специально окно браузера если мы будем пролистывать окно вниз вы видите что у нас данный элемент head стоит сверху и никуда не двигается то есть таким образом можно делать меню которое будет у нас всегда наверху сайта и при этом никуда оно не исчезнет тут у нас получается что второй блок у нас абсолютно позиционирование имеет давайте уберем либо же напишем здесь топ 200 пикселей left 20 пикселей и она у нас будет вот таким вот образом сейчас еще раз взглянем на это получаем такой результат если здесь указать z индекс немного побольше то наш хэд будет всегда находиться сверху вы видите как текст у нас переходит именно по верху вы видите как работает фиксит и как работает абсолют также у нас есть релэйтив если мы укажем здесь релэйтив давайте для начала все уберем вы видите как он у нас уходит поставим релэйтив уберем данные стили вы видите у нас он по умолчанию стоит здесь и теперь мы будем менять точно так же топ bottom left и right уже относительно исходных мест того где находился этот блок давайте поставим 200 пикселей и посмотрим если мы нажмем исследовать этот элемент то мы видим здесь этот код топ 200 то есть то что он отступает на 200 пикселей сверху можем выключать включать и смотреть как это работает то есть с помощью браузера вы можете все эти элементы исследовать и смотреть где какие отступы у нас поэтому конечно же рекомендую вам этим пользоваться также мы можем указывать один блок внутри другого давайте например укажем вот так вот поставим здесь у нас тоже релэйтив и чуть чуть поменьше теперь вы видите как они у нас отображаются то есть тот блок который внутри у нас отступает на 20 пикселей сверху от того в котором он находится и на 20 пикселей слева если мы исследуем то мы можем посмотреть позиция если мы отключаем что у нас происходит он выставляется вот таким вот образом и если мы будем менять топ и left то мы видим как это влияет также здесь можно менять это дело стрелками применять нужный нам результат и уже переносить в код вот так вот это работает вот так вот это работает можно вкладывать теги в друг друга использовать такие значения как абсолют релэйтив фиксит и с помощью этого позиционировать у всех у них есть четыре дополнительных атрибута топ, bottom, left и right которые указывают отступы с определенных сторон также конечно же не забывайте про свойство z-индекс которое позволяет указывать приоритет данного блока чтобы делать его выше или ниже других я надеюсь данное видео было вам полезно здесь мы разобрали позиционирование элементов довольно все просто здесь работает ставьте лайки этому видео обязательно подписывайтесь на канал и переходите к следующему видео уроку с вами был IT-доктор услышимся в следующем видео